Друзья, привет! У меня появились новости и я спешу ими с вами поделиться. Дело в том, что я купила новый прибор для измерения ОВП воды, то есть для измерения окислительного восстановительного потенциала, то есть для измерения полезности этой самой питьевой воды. И, как вы помните, у меня был до этого старый мой прибор, он выглядел вот так. Я его использовала в разных недопустимых экспериментах, как, например, измерения ОВП воды кипящей, также замороженной воды и так далее. И, соответственно, я усомнилась в том, что он мне показывает качественно и точно показания ОВП по сей день. Поэтому я приобрела еще один вот такой вот запасной прибор и хочу вам показать его комплектацию. Пришел он мне в картонной коробке, внутри сам прибор и инструкция. Вот так вот выглядит прибор, вот так вот выглядит инструкция. Она довольно маленькая, просто на бумажечке один разворот. Здесь на английском языке все описано, но, по сути дела, в общем-то, все понятно и так. Здесь у нас вот на такой вот пластиковой подставочке сам прибор и отверточка для калибровки этого самого прибора. Точно такая же, как у меня была в комплекте с первым прибором. И, посмотрите, здесь у прибора чувствительный элемент, электрод, так же, как и у того моего прибора. Так, прибор включается. В комплекте с ним батареек не было, но я их уже купила и поставила. Посмотрите, здесь вот батарейки содержатся. Здесь находятся четыре батарейки формата RL44. Точно так же, как и у того моего предыдущего прибора. То есть, батарейки у них совершенно одинаковые. По-другому еще эти батарейки называются вот AG13. Их четыре штуки нужно сюда по 15 вольт. Смена батареек дело достаточно простое. Никаких сложностей не вызывает. Цена одной такой батарейки вот у меня в магазине 10 рублей. И менять эти батарейки приходится, ну, не часто. А я напомню, что предыдущий мой прибор пришел вот в такой вот пластиковой коробочке в таком футляре. Здесь внутри точно так же содержится инструкция. Точно такая же отверточка для калибровки прибора. И, на мой взгляд, вот такая упаковка гораздо более удобна, чем вот картонная коробка и вот такая пластиковая подставка. Ну, во-первых, это все гораздо более громоздкое, объемное. Здесь все компактно можно хранить и брать с собой, транспортировать, не боясь, что прибор повредится под давлением, да, в каких-то сумках, в какой-то поклаже. Здесь, конечно, это все менее удобно, коробки большие. И, конечно, в таком виде его возить не хочется. Видимо, я буду его просто брать вот в таком вот виде. Но, по ощущениям, этот прибор сделан из более плотного, может быть, пластика, а может быть, это просто кажется, потому что, по крайней мере, вес у этого прибора, ну, заметно больше, чем у этого. Это прям легенький такой приборчик, красный. А здесь ощущается больший вес. Прибор по заверению производителя и продавца откалиброван вот этот новый. То есть, он должен мне сейчас показывать отличные, точные показания ОВП моей воды. А этот прибор у меня служит уже гораздо больше года в неподобающих условиях, как вы помните. И, возможно, здесь уже погрешность немаленькая в измерениях. И я как раз это все сейчас хочу проверить. Для этого я набрала в кружку воду из-под крана. Напомню, что раньше этот прибор мне показывал ее ОВП на уровне плюс 260, плюс 280 мВ примерно. И сейчас посмотрим, что же покажет этот прибор. И этот вместе будут ли довольно значительно отличаться их показания ОВП. Итак, снимаю у прибора защитный колпачок, включаю его и ставлю в воду. То же самое делаю с прибором моим старым. И хочу, чтобы вам было видно показания обоих приборов одновременно. Ну что ж, подождем, когда результаты будут статичны. То есть, перестанет меняться показания приборов. И сравним, что же нам они покажут. Что я могу сразу отметить, сравнивая эти два прибора. Но то, что вот этот прибор гораздо быстрее нашел окончательные показания ОВП и остановился в своих показаниях. А вот этот вот прибор будет еще долго и долго, я уже к нему привыкла, он долго будет менять, продолжать менять свои показания ОВП. И я могу ждать вот этих вот конечных показаний стационарных еще примерно 15-20 минут. То есть, он меняет свои вот эти вот значения очень медленно и на протяжении достаточно длительного количества времени. И вот если я сейчас, допустим, эти показания приму как конечные, это будет неправильно. Потому что он еще через 15 минут мне вот потихонечку-потихонечку прибавит еще, допустим, плюс 50 единиц. Или бы же даже больше. В этом, конечно, вот минус этого прибора. И вот прошло у меня уже 45 минут времени с того момента, как я поставила приборы в эту воду для измерения ее ОВП. И посмотрите, показания этого прибора, красного, старого, у меня все еще продолжают изменяться. А показания этого прибора приблизительно как были, так и остались на уровне 280 с чем-то миливольт. Со знаком плюс, конечно же. А показания этого прибора все так же продолжают увеличиваться. И, друзья, это одна из причин, то есть вот это вот очень-очень долгое измерение ОВП вот этим прибором. Это одна из причин, по которой мне просто надоело уже снимать эти видео с изменением показаний ОВП. Так как для того, чтобы дождаться вот этих вот его конечных показаний, мне нужно было иной раз ждать и по 2 часа и больше, но для того, чтобы измерить показания ОВП в 3 банках, например. То есть это очень затратно по времени. И для того, чтобы узнать конечные показания, точные, нужно потратить очень-очень много времени, иной раз несколько часов. Этот же прибор вот показал мне буквально сразу конечные показания. И в течение получаса, и даже 45 минут они практически никоим образом не изменились. Поэтому я могу считать их окончательными. А показания этого прибора, смотрите, до сих пор продолжают изменяться. И вот по этой причине этот прибор, конечно же, выигрывает у этого прибора, потому что скорость измерения ОВП очень-очень важна. Не только точность, но и скорость. Ссылочки на оба прибора я оставлю под этим видео в описании. Если кому-то интересно, посмотрите и тот, и тот. В магазине прямо у продавца. Оба эти прибора я купила на Алиэкспресс. Этот совсем немного дешевле. Этот немного подороже. Но вот эта вот переплата в данном случае, она того стоит, конечно же. И, друзья, если у вас какие-то появились вопросы по поводу этих приборов, по поводу темы этого видео, то задавайте, пожалуйста, их в комментариях. Если у вас есть какие-то для меня советы, рекомендации, тоже пишите ваши комментарии. Я все их стараюсь всегда прочитать. Ну, а на этом видео мое это заканчивается. Жду вас в других своих видео. До встречи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok